В России для того, чем я занимаюсь, существует вообще два названия. С одной стороны, это привычное многим название интегративной психотехнологии или интегративная психология. И это чисто российское название, потому что термин интегративная психология введен российским психологом Владимиром Васильевичем Казловым уже в 1992 году. А диссертация его кандидатская по этой тематике защищена с большим боем в 1992 году, но с такой весомой победой, белых шаров над черными. Потому что на тот момент это была абсолютно новизна и настолько новейшая технология, что в головах академических психологов это укладывалось очень плохо. Несмотря на то, что доказательная база была просто великолепна. Очень много исследований было проведено массивно, а больше, чем обычно, на кандидатские работы пишут. Доказательства эффективности были очевидны этих методик. И поэтому деваться некуда было нашим академикам. Нам пришлось согласиться, что такая вот странная на первый взгляд вещь для академической, тем более российской психологии, она вообще-то на тот момент и сейчас для... Сейчас уже нет, а на тот момент, но это все-таки 92-й год, да, и почти 20 лет назад, на тот момент она и для Запада была странноватая, эта вот история, да, про интегративный подход. А для российской психологии, которая, в общем, очень долго переживала перед стагнацией, да, из-за того, что философская база не позволяла никуда длинуться, ну, для нас, для наших классиков это было вообще очень сложно допустить просто, а одеваться было никуда. То есть вот начинается эта история с того, что то, чем мы занимаемся, при всей странности, может быть, и в том, что мы до сих пор говорим о том, что это новая технология, уже 20 лет назад имела очень серьезную доказательную базу, 4-летные исследования, фундаментальные, потому что потом была защищена докторская Козлова, и на данный момент я уже даже не знаю за 30 кандидатских, и несколько докторских, там, в пределах десятки, но, тем не менее, много достаточно. Вот, и я защищала доктора философии по психологии в Западном университете, российско-западном, скажем так, да, то есть для Запада это уже нормально слышится, вот это подобного рода подход. А у нас, ну, вот здесь у нас есть школы, то есть вот какая-то школа нормально относится к этому, а какая-то с подозрением. Но, тем не менее, спецкурс по трансперсиональной психологии, что, собственно говоря, является разделом того, чем я занимаюсь, и большим разделом. Началось вообще все с трансперсиональной психологии. Я читала, на сайте у вас очень список такой. Ну да. То есть началось все с этого, да. То есть в университете московском, да, в МГУ, на психфаке уже второй год, по-моему, спецкурс по трансперсиональной психологии читается. То есть это уже очень хорошее достижение. И уже есть два учебных заведения, которые в Москве, да, которые университеты, аккредитованные, оба частные, которые дают второе высшее образование, было второе персональное психологию. Но это уже такая нечто революционная. В Америке, к примеру, в 1975 году был организован трансперсиональный институт, и можно было получить образование нормальное, да, то есть признаваемое государством в этом опыте, в 1975 году. А у нас вот последний год. А много времени прошло. Да, очень много времени прошло. Трансперсиональную психологию и интегративную психологию. И интегральную, то же второе название того, чем я занимаюсь, это интегральная психология. И по большому счету различия очень трудно провести. Чем занимается человек, интегральная или интегративная? Хорошая. Просто формат интегративный, к которому он описан очень стройно. Интегральную психологию больше связывают с именем Кена Уилбера. Это американец, который является одним из таких передовых современных философов, по большому счету. Но его философия, она имеет очень такой ярко выраженный психологический оттенок, и она такая психологическая философия. В принципе, это все о человеке, о развитии, развитии человека в большой степени.